А как я была? Ну, можно только тогда, чтобы молча? Мама, я люблю с ней начинать. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я живу в Камени. Я участница и финалистка второго марафона женственных Ольги Валяевой. И я хочу рассказать, что мне дал этот марафон. В первую очередь, о чем мне хочется сказать, это такое чувство расслабления легкости. Я перестала спокойнее, перестала торопиться. Я начала опять жить в своем собственном лечении. До этого у меня были такие моменты, когда мне это получалось, но сейчас стало регулярно и вошло в привычку. У меня появилась прекраснейшая привычка стать благодарной. Спасибо большое Ольге за эту технику. Я начала ее практиковать еще за марафоном и буду продолжать после окончания марафона тоже. Еще я приготовила очень много новых блюд. Хотя это не было моей целью, но на удивление я пыталась посчитать 20-30, ну не меньше 30. Такого кульнарного прорыва со мной случалось, наверное, в последние лет 5. И в такой момент мне очень хочется что-то делать своими руками. Появился такой энтузиазм. У меня до этого тоже, конечно, были такие желания и стремления, но не так долго и не так много. Честно, в последний раз такое у меня состояние было, когда я очень сильно влюблялась. Но на данный момент я никого не влюблена и, видимо, этот роман с тобой, с тобой. Спасибо вам большое за это ощущение. Что еще стала я делать? Я начала практиковать поклоны родителям. То есть нет памятных фотографий, маму и папу. И каждое утро я делаю три поклона. Потом можно. Потом нужно. Что еще прошло в мою привычку? Одной из моих целей было прохождение книги Джулии Кэмерон «Золотая жила». В итоге книжку я так до конца не прошла, но я регулярно стала писать, в фильме, в странице, проходить на творческие свидания. И ровно в тот момент, когда закончился наш марафон Джеймсом, стартовала группа, которую организовала я. Это группа девятки человек, которые хотят открыть творческое начало. И теперь мы будем собираться каждую неделю, чтобы обсуждать прохождение этой книги. Мы все 12 января начали проходить я в том числе книгу «Будь художником». Я очень счастлива. Ну и самый главный мой прорыв, такое одно из самых, видимо, существенных желаний, которое в моем вечно думает о марафоне, это моя физикность, которая меня вдохновляет. В течение марафона мне предпочитало несколько направлений, куда я могу ледозовать свои силы. И в итоге я нашла то, что откликается моей души и сердцу. То, что меня вдохновляет, то, чем мне хочется заниматься. И я с огромной радостью пишу программу, придумывала, что и как будет. Это Ленин и Дижа. И я счастлива. Спасибо вам большое за этот марафон. Ленин и Дижа.